Привет, соседи Можайский район Москвы! Сейчас я вам покажу проект планировки и реновации нескольких кварталов Можайского района Москвы, но только после того, как зайду в управу. Несколько слов о реновации в квартале 107-110 района Можайский, города Москвы. Вот это дом архитектурного наследия. Общага должна, по-моему, снестись. Первый перук Петра Алексеева, дом 4. Вот эта трехэтажка сносится. Что будет здесь, непонятно, но, скорее всего, новый дом. Местные жители поймут, вот там, вот видите, вот этот дом, типа немецкий. Его судьбу я не знаю, но хорошо знаю судьбу вот этого офиса. Второй перук Петра Алексеева, дом 2. Он остается, как и дом 1, типа он является архитектурным наследием. А все, что у нас является архитектурным наследием, будет переоборудовано под офисы. Вот такая вот тема. Все, что освобождается за моей спиной, это огромные площади. Более того, здесь можно Бурдж-Халифу построить где-то в километр. Значит, 15-й дом и 17-й, вот эта вот шоколадка и белая, да, бывшая диета, они загораживают шумовую вот эту вот всю тему непосредственно с Можайки. В принципе, я бы здесь хотел остаться, но я не знаю, будет ли это про нашу честь. Скорее всего, нихера не будет. Самый знаменитый дом в городе Москве и в районе Можайки. Петра Алексеева, один по второму переулку. Не стоит благодарности, да. С 2015 года, а конкретно с 2017 года, сюда столько раз приезжала пресса, что мама не горюй. Дом просто голливудский шедевр. Какой же все-таки красивый объект культурного наследия, в кавычках. Кстати, Гродницкая 6 тоже под снос, хотя выглядит намного лучше нашего домика, хотя бы кирпичный. А там, говорят, прямо за этим домом было маленькое озеро или пруд, или болото. А сейчас ничего, только собаки срут. И, конечно же, у меня возникает резонный вопрос. Если наш дом объект культурного наследия, то куда же нас переселят? Не в палатке же, как на Эльбрусе мы жили. Нет. Хотелось бы, знаете, куда? Вот сюда. Петра Алексеева, кажется, владение 12. Это стройка на бывшей фабрике Красный Октябрь или просто Красный. Но что-то, мне кажется, что Инград нам ничего здесь не даст. Как вы думаете, куда переселят жители Можайской района Москвы и конкретно вот этого квартала 170-110 под названием Хива? Пишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение, особенно местных жителей из Можайки. Ну, в принципе, ЖК Петра Алексеева нам не светит. Она построена на месте бывшего стадиона Текстильщики. А вот это, ну, вполне себе ничего. Так, строительство, подрядчик. Здорово. Вы посмотрите, какая красота. Офигенно. Я бы с удовольствием сделал внедрение, но это незаконно. Ну, вроде бы незаконно, поэтому смотрите так. Но явно здесь коммуналок не будет, а нам это и нужно. Если, например, хата у нас двушка, 38 квадратов, то здесь однушка будет уже 40. В любом случае выигрываем. Двушки здесь, наверное, будут 54 квадратов. Короче говоря, что я хочу сказать. 26 ноября в 19.00 на территории района Можайский города Москвы состоится публичное слушание. Нужно искать свой квартал и обязательно приходить. Писать свои конструктивные предложения, замещания, может быть, даже запреты. Если вы против высотной застройки, нужно так и писать. Если вы за, ну так и пишите. Никому никаких рекомендаций отдавать не буду. Я за переселение в любом из его видов, потому что это мой случай, Петра Алексеева, здесь мои соседи. Как бы я уже все для себя решил. Но у вас может быть диаметральное мнение, поэтому если вы не хотите, чтобы за вас что-то нарисовали или публичные слушания прошли не так, как вы хотели бы, то надо приходить и все это писать письменно. Адреса вы можете узнать на сайте управы Можайского района города Москвы. Ссылочку я прикреплю в описании. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте подписаться, поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И я начинаю как раз снимать серию таких вот маленьких видеофрагментов о жизни нашего района, о жизни западного округа Москвы и о жизни Москвы в целом, чтобы вы имели представление о реальной ситуации на местах. Это очень важно. Подписывайтесь на меня. Здесь говорят правду. И, конечно же, от первого лица. План уже есть. Осталось его только утвердить. С вашей или без вашей помощи план в любом случае будет утвержден. Но интересно другое. Будут ли наши замечания, предложения и конструктивные поправки? И публичные слушания сводятся только к этому. Не упустите свой шанс. Давайте не просирать наш район. И еще я скажу грубую вещь. Но если мы все-таки просрем наш район и ничего для этого не сделаем, я имею в виду для спасения района, то тогда не надо потом жаловаться, что выборы плохие, вот район застроили. А что вы сделали для того, чтобы его не застроили, а лишь улучшили? Вот вам и честный ответ и честная позиция.